Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Даже если вы гордитесь тем фактом, что не смотрели ни одного эпизода Игры Престолов и уж тем более Дома Дракона Не переключайтесь, я нашла для вас классное интервью с актерами сериала и хочу на нем разобрать кое-какую лексику Это необычное интервью, оно проходит в виде игры которую, кстати, вы можете легко адаптировать под себя и свою группу друзей и сыграть ее на следующем же сборище Смысл в том, что ведущая задает вопрос, который начинается одинаково Это тот же самый вопрос, на который американские школьники обычно отвечают друг о друге когда заполняют выпускной альбом Кто из класса или группы актеров в данном случае имеет больше всего шансов, а дальше может быть что угодно Шансов на успех, шансов попасть в тюрьму, разбогатеть и так далее Давайте посмотрим на вопросы и ответы актерского состава Кстати, актерский состав по-английски будет cast Если будете смотреть целиком, там это слово часто встречается Поехали! Кто с наибольшей вероятностью вступит в брак с кем-то королевской крови Нас здесь интересует фраза Дальше может быть что-то помимо королевской семьи, например Друзья, когда Моника и Росс что-то там чудили Чендлер, например, спрашивал Дальше они обсуждают ответ на этот вопрос И ведущая говорит фразу Значит выглядеть подобающим, подходящим для чего-то образом И Мэтт, очевидно, выглядит как кто-то, кто мог бы жениться на принцессе, например А потом она добавляет Ему это предначертано звездами Или как мы еще говорим Ему сам Бог велел Следующий вопрос Можно использовать по-другому Здесь актриса произносит фразу Он держит свои карты поближе к груди Это про закрытость и загадочность То есть непонятно, что там у человека происходит на самом деле Он закрытый и много о себе не рассказывает Кто самый бесячий, раздражающий участник группового чата Слово annoying, хорошее Может использоваться как глагол, как прилагательное Меня это реально выбесило в тот день Напоминайте и пользуйтесь Ой, хорошее какое слово Вот они как раз это дальше обсуждают А актер рассказывает, как он был на Барбадосе И ему там было не по себе от насекомых Тогда ведущая уточняет То есть это больше какая-то живность, чем кровь и кишки Это устойчивое выражение Про всякую резню с большим количеством крови Фильм хороший, но в нем слишком много крови Как, например, техасская резня бензопилой Вполне можете описать этот фильм этой фразой Дальше вопрос, который очень близок всем, кто изучает иностранные языки Кто лучше всех шарит в языках Кому легче всего отдаются языки Я могу немного изъясняться на итальянском, но не на уровне беглой речи Дальше ведущая задает вопрос и тут же его разъясняет Кто самая ярая фанатка? То есть, когда ты видишь кого-то, кем-то одержим И ты такой, о боже, я просто не вывожу То есть, ведущая поставила синонимами эти фразы Быть ярой фанаткой значит быть одержимым кем-то Слово treason часто звучало и в самой Игре Престолов И в Доме Дракона Означает оно государственная измена Или измена Родине Также обратите внимание на глагол, тот же, что и в совершить преступление Например Тут актриса шутит, или нет, что она, скорее всего, совершила бы измену Родине И говорит фразу Значит обдумать что-то хорошенько А вот девочки отказываются называть кого-то, способным предать И звучит фраза Ну и последний вопрос от ведущей Кто больше всего расположен к тому, чтобы слушать саундтрек Игры Престолов на Спотифай? Тут, я думаю, все понятно Спасибо, что смотрели на сегодня это все Играйте в эту игру, напишите, как прошло И увидимся в следующем выпуске Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok